Дело было еще в 90-х, я тогда работал водителем грузовика, нужно было доставлять продукты из одного города в другой. Я еще не успел много наездить, когда меня отправили в мою первую дальнюю поездку. Я выехал с Нижнего Бестяха примерно в 9 утра, путь у меня лежал до мая. Это часов 8-10 езды, правда все зависит от самой дороги, в общем еду я уже 10-й час, а то и 11-й. Нормальная дорога кончилась, но поселение все не показывалось, все думаю приехал. Хорошо хоть карта была, посмотрел я значит на карту и понял, что скорее всего не там повернул. Нужно было возвращаться обратно на дорогу. Я сел за руль, развернул бандуру свою и поехал в обратном направлении. А ведь уже стемнело, нормальная дорога, опять не начиналось, спать хотелось жутко. Как-никак 14 часов за рулем сидел. Остановился я немного подальше от дороги. Решил устроиться на сиденье. Смотрю вдалеке, вроде дом стоит, свет из окон. Решил пройтись. Люди вообще в нашей местности хорошие, приветливые. Может переночевать впустят. Подошел я поближе в правду дом. Начал искать дверь. Вокруг обошел нет двери. Я сразу и не понял, что двери-то нет. Думаю пропустил в темноте что ли. Решил еще раз обойти. Вижу в окне бабка сидит в доме. Постучал я в окошко. Она подходит, открывает. И добро так спрашивает. Заблудился, сынок? Я, конечно, в ответ ей все рассказал. Попросил впустить переночевать, если нужно. Ты давай через окошко залезь. А то меня родные снаружи закрыли, а ключа и нет, говорит она. Видимо боятся, что плохой кто-то залезет. Сказал я и полез в окне. Избушка маленькая была, даже для одной бабки. Но не успел я помниться, как бабуля мне молоко и оладьи уже дала. Кушай, говорит, дорога долгая-то будет. Я поел, поблагодарил старушку, да и на покой. То, что я увидел утром, меня до сих пор пугает в какой-то мере. Открываю я глаза. Солнце светит в окошко. Утро уже на дворе. Оглянулся по сторонам. Пыль, грязь, смрад. Соскочил я быстро с места, на котором спал. А там деревянный то ли гроб, то ли ящик длинный и оладьи, иссушенные около него. Я мигом деру дал, даже не помню, как в окно пролез. Тем же днем я доехал таки в мае. Говорят, белый был, как мил, не кровинки. Местные мужики мне объяснили, что занесло меня в якутскую могилу дом. Название я уже не помню, но точно вам скажу. Она на домик маленький похожа. С окошками, но без дверей. С окошками, но без дверей.